Сегодня мне хотелось рассказать про особенности регулирования труда несовершеннолетних граждан. Данному вопросу уделяется достаточно большое внимание государству, так как несовершеннолетние граждане подлежат особой защите государства в силу своего возраста. 28 января 2014 года принято новое постановление Пленума Верховного Суда номер один о применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц семейными обязанностями и несовершеннолетних. По этому Пленуму я расскажу о некоторых особенностях регулирования труда несовершеннолетних. Начнем с того, что в первую очередь особенности труда несовершеннолетних установлены Трудовым кодексом Российской Федерации. Дополнительные льготы, гарантии могут устанавливаться и на региональном уровне. В частности, на территории Нижегородской области действует закон Нижегородской области о квартировании рабочих мест. В соответствии с ним крупные предприятия, имеющие численность работников более 100 человек, устанавливают определенные квоты для различных категорий граждан, в том числе для несовершеннолетних. Каждый год устанавливается определенная квота для каждой категории граждан по каждому предприятию. По общему правилу трудовой договор с несовершеннолетним ребенком может быть заключен по достижению им 16-летнего возраста. А исключением иногда может заключаться трудовой договор с 15-летним подростком. В каком случае он может быть заключен? Если 15-летний подросток получает основное общее образование, и в том случае, если он получает основное общее образование, то труд, который он выполняет, не должен мешать ему обучаться. В данном случае Российская Федерация идет по пути международного права. В частности, в ряде международных документов закреплено, что трудовой договор может заключаться с ребенком, достигшим возраста 15 лет. В ряде случаев трудовой договор может быть заключен с ребенком и от 14 до 15 лет. Опять-таки, здесь условие, что подросток, достигший 14 лет, должен быть учащимся. Предлагаемая подростку работа должна относиться к категории легкого труда, не причиняющей вреда его здоровью. Работа по трудовому договору должна выполняться лишь свободно от получения образования, время и без ущерба для освоения образовательной программы. В ряде случаев можно заключать договор с детьми до 14 лет. Это специфическая работа, относящаяся к сфере творчества, например, участие в кематографических съемках, в различных представлениях, в цирковых представлениях. По всем остальным видам работ заключение трудового договора с лицом до 14 лет не допускается. В частности, подростки, несовершеннолетние лица не могут быть допущены к выполнению работ с вредними или опасными условиями труда, к подземным работам, работам, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. К нравственному развитию мы, например, относим и горный бизнес, продажи различных продукций эротического содержания. При этом отдельно урегулирован труд несовершеннолетних спортсменов. Им допускается определенная повышенная нагрузка, но только в том случае, если она не наносит вред их здоровью, если она входит в план тренировок. При этом, если не лица были допущены к труду, который причиняет вред их здоровью, то в соответствии с статьей 84 Трудового кодекса данный трудовой договор подлежит прекращению, в том случае, если невозможно перевести подростка на более легкую работу. Также следует отметить, что несовершеннолетние лица не могут работать вахтовым методом. Для работников в возрасте до 18 лет, поступающих на работу после получения общего образования или среднего профессионального образования, а также прошедших профессиональное обучение на производстве за счет средств, работодателям могут быть установлены пониженные нормы выработки и доплаты к заработной плате. Также следует учитывать, что несовершеннолетним гражданам предоставляется более длительный отпуск – 31 календарный день. При этом, если подросток работал, а решил воспользоваться своим отпуском уже после 18-летнего возраста, то отпуск уже устанавливается пропорционально к тому времени, которое он отработал. Есть административная ответственность. Статья 5.27 КОАП, часть 1, предусматривает нарушение просто трудовых норм. То есть любое нарушение трудового законодательства влечет административную ответственность. Привлекаются как должностные лица, так и юридические лица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова